Что мы с ними тут делать сейчас будем? Так, судя по соотношению планет, Луна, несомненно, была одним из крупнейших спутников Солнечной системы. Например, с научной точки зрения, Земля и Луна рассматривались как пара близнецов. Вот уже 4-5 миллиарда лет они делят титул третьей планеты Солнечной системы. И прямо сейчас, 380 тысяч километров от Луны, темно-фиолетовые руны покрывают Землю, делая некогда лазурную планету тусклой до неузнаваемости. Точно так же, как и та биосфера, которая полагалась на сетчатку вместо хлорофила миллиарды лет назад. Горы, моря, реки, города. Все погрузилось в темное одиночество и заснуло, как и младенец на руках у матери. Земля была тихой и нежной, как обычно. Она держала в своих объятиях все, что могла. Даже когда океаны высохли и все изменилось. Розария, что случилось? Лилия проснула... Лилия просунула голову в дверь. К носу еще прилипло немного крема. Это плохо, это плохо. Что-то не так. Я играю с... Когда глобал стартовал, но я раньше играл не... Каждый день, так сказать. Я раньше только глобы проходил и все. Потому что у меня там, кажется, 300... 300... Не, почти 600 дней у меня наиграно. Но как... Потому что я не каждый день играю. Играл раньше, точнее, если правильно сказать. О! Лилия, ты слышала, что я сказала? Это нехорошо. В прошлый раз, когда ты сказала, что попало в беду, твоя рука застряла в банке с печеньем. До этого... До этого жвачка была в твоих волосах. И до... И до этого... Так что, если ты не хочешь есть уголь вместо торта на ужин, предложи разобраться с этим самостоятельно. Я предлагаю тебе разобраться с этим самостоятельно. Это другое. На этот раз нас атакуют. Мы под атакой? Какая атака? Кем? Где? Где? Розария оглядела залитую солнцем спальню, наполненную ароматом десерта с кухни. Казалось, она попала, где на... Поняла, где находится, и на ее лице появилось замешательство. Жвачка, Куки. Или я не так произнес. Жвачка. Кстати, кто не в курсе, вот эту розоволосую озвучивает... Пайман из Геншина. Та же самая актриса. В чем дело? Я помню, как улюзнула и была окружена кучкой странных врагов. Высокий и огромный. И они издавали треск груздания. Нас серьезно атаковали? Подожди, ты не имеешь в виду зверей Ханкай? Точно, точно! Если ты тоже это знаешь, то это не мог быть сон, верно? Ты о чем, идиотка? Конечно, это не сон. Я говорил о тебе. Разве не об этом фильм, который мы снимаем? Верно! 20-й фильм «Водка девки». Фильм века. О паре талантливых, красивых девушек, которые становятся суперсолдатами, чтобы спасти мир от монстров, угрожающих его уничтожением. И эти монстры называются звери Ханкай. Идиотка, ты не понимаешь разницу между сценарием и реальностью? Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Если это так, то... Не о чем беспокоиться. Выйдем и поиграем. Ты не могла бы остановиться на теме... На одну секунду. На одной теме на одну секунду. Но, Лили, ты не хочешь погулять? Я... Я так и знала. Тебе следует чаще доверять своей старкой сестре. Пойдем. Но, торт. Ничего, мама нам испечет. Пока они играли, время летело незаметно. Позднее солнце окрашивало морской... Мар... Мармелад? Ну ладно, пусть будет мармеладом. Глядя на заходящее солнце, Розалия остановилась как вкопанная. Да, микробот. С колостона начали открытый мир добавлять. Темнеет на сегодня, достаточно. Пойдем домой. О, Роза-идиотка. Боится темноты? Это не то. Когда будет семь, ты... Ты... Что произойдет? Не могу вспомнить. Думаю, это не важно. Ладно. Ладно, Лили, давай поторопимся. Иначе мы пропустим... Весь день. Давай поиграем. Теперь пришло время для игры в прятки. Розалия, идиотка. Какой смысл играть в прятки вдвоем? Это правда. Вечная Цукуйоми, да. Как по сути. Если так сказать. То есть, по сути, проект Стигма, это все равно, что вечная Цукуйоми в этом, в Наруто. У них, получается, им и память, и реальность переписали, по сути. Только тут получается так, что им всю планету переписали. Не только людей, а именно всю планету полностью. То есть, по сути, если так сказать, то... Если я правильно понял из того, что Кевин рассказывал. По сути, они использовали авторитет апостола конца, чтобы переписать мир и таким образом избежать конца. Короче, я не знаю, какая-то бредовая затея, потому что, по сути, они сами же и устроили конец света. То есть, они переписали его. Так что, я не знаю, бред какой-то этот, проект Стигма, который Кевин там пытается воплотить. Тогда пошли собирать ракушки. Звучит как хлопот. Звучит хлопотно. Эй, подожди меня! После захода солнца, морской бриз все еще доносился... В морском бризе доносились девичьи смехи. С Лили весело играть. Чем бы нам... Чем бы мы не занимались. Но я чувствую, что... Что-то забыла. Что это... Ну, что именно? Волны продолжали омывать пляж, смывая неприятные воспоминания. В другом сне, о котором Розария не знала, по пляжу шел молодой человек. Если бы Мэй была здесь, она бы обнаружила, что этот человек похож на старика, который слился с пространством Стигмы. И теперь на его лице не было и следа старости, и на нем больше не было этого запачканного длинного халата. Он носил самый модный наряд, который у него был в молодости. Как бойкий юноша, он бегал по берегу, смеясь и радуясь рассвету жизни. Он совершенно забыл, что в своей первоначальной юности никогда не видел настоящего моря. В бесконечном множестве различных миров подобные солнца восходят и заходят в бесчисленное количество раз. Добрый вечер, Даша. Как дела твои? Люди забыли грань между мечтами и реальностью и начали новую жизнь в пространстве Стигмы. В нетронутой заснеженной деревушке мужчина стремительно скатился с холма на сноуборде и сделал идеальное сальто в воздухе. Незаметно для него всего полмесяца назад он едва дышал в больничной палате. Его единственным желанием было пережить зиму. В городе, который никогда не спит, самый богатый плутократ только что закончил эксклюзивное интервью и поставил целое состояние в казино. Он купался в восхищении и комплиментах окружающих. Его жизнь, когда он был заперт в протекающем подвале вдали от дома, казалась далеким сном, который делал этот момент намного лучше. В оживленном деловом районе мать вместе с дочерью выбирали в цветочном магазине декоративные цветы. Девушка забыла известие о смерти матери и цеплялась за эту ее иллюзию, где радостно говорила о ее собственной предстоящей свадьбе. В кондоминиуме в каком-то, это что это такое еще? Вдали от шумного города молодой художник заканчивал свой новый шедевр. Его семья наконец поняла путь, который он выбрал, и его работы набрали популярности среди коллег-художников. Этот юноша только что сделал свой первый шаг к светлому, полному надежде будущему. Ретом с руинами, засыпанными песком, отставной солдат вместе со своими товарищами восстанавливал город из руин. Тяжелая война наконец подошла к концу, и хотя их домов давно уже не было, они никогда не сомневались, что этот город вернется к своей былой славе. В неприметном парке, в окружении близких друзей, молодой человек наконец признал свою любовь после того, как признался. Одинокий мужчина наконец получил свое долгожданное тепло. Это был первый раз за более чем 20 лет, когда он почувствовал благодарность за жизнь. В библиотеке, освещенной свечами, ученый изучал записи первопроходца. Он обрел мудрость, далеко превосходящую других, и эйдетическую память за одну ночь. Наконец-то у него появилась возможность узнать правду об этом мире. Привет, Эдит! Как твои дела? Разные души с общим видением. Разные лица с общими мечтами. Жизнь, богатство, чувство, репутация, мечты. Эти простейшие человеческие устремления отражались друг в друге, связывались амальгамой воспоминаний, образуя своей совокупности духовного ада. Там бесконечный сон обещал человечеству вечность. Старые, молодые, счастливые, грустные жизни, смерть. Жизнь, смерть. Немногочисленные сны затмили все трещины, существовавшие между жизнями. Сейчас не могу, Эдит, я сейчас перевожу историю. Точнее, прохожу и перевожу историю. После могу показать. И ради этого человечество погрузилось в глубокую ночь под названием проект Стигма. Ставь тенью планеты. Ха! Среди бесконечного, бескрайнего сна вдруг раздался нестроен бесконечный шум. Уникальный серый змей стоял на глобусе, искаженном проектом Стигмой. Равнодушно глядя на гиганта, рожденного из снов человечества. Спасибо, Эдит. С проектом Стигма лучшие воспоминания человечества были собраны воедино, переданы друг другу и заключены во сне. Эти иллюзии висели, как звезды на ночном небе, сияя надеждой человечества и наполняя пустой мир светом. Слушайте, этот проект Стигма каждый раз все больше и больше начинает походить на мир Genshin Impact. Что если сам Genshin это и есть проект Стигма? То есть, в какой-то там реальности проект Стигма удался. Потому что, скорее всего, здесь по окончанию все-таки мы сможем разрушить этот проект, как я понимаю. Но иллюзии были, в конце концов, всего лишь иллюзиями. Найдя ответы, которые ему были нужны, и наскучив стоящие перед ним задачей, серый змей прекратил следить за пространством Стигм. И мир погрузился в бесконечную тишину. О, обито! Даже по протестрии десятков тысяч лет, человеческие желания по-прежнему реализуются только в доступном для них мире. Они никак не выросли. Я боюсь, сколько бы раз они не подвергались преобразующему крещению, они всегда будут такими же. Есть, но он еще не вышел. Он еще в разработке. Ханкай Стар Рэл. Да, Дарья, по сути, Даша, так и есть. По сути, в этом мире, в проекте, это как один гигантский сон. Например, у кого-то погибли родители близкие, и он мечтал, типа, чтобы они воскресли. И в этом проекте Стигмы, они живые, эти люди. Потом, например, кто-то мечтал всю жизнь, например, покорить Эверест, и в этом проекте Стигмы он его, наконец-то, покорил. То есть, типа, здесь люди воплощают свои самые лучшие желания, так сказать. И нету, типа, горечи, ну, вот этих смертей, горечи и всего остального. То есть, нету ничего плохого, так сказать. Так что наслаждайтесь этой новой и ожидаемой жизнью. Прежде чем она полностью сольется со Стигмами и войдет в конец. И перейдет к концу. Что-то, почувствовав серый змей, поднял голову к АРК. Не знаю только, что это такое этот АРК, но ладно. Луна молча висела в небе, бросая холодный взгляд на землю внизу. Ничего другого не было. Похоже, такое сладкое привлекает не только сахарных муравьев. Уже чуть больше года. Так как у нас новые гости. Как скромный охранник проекта Стигма, я хочу поприветствовать наших гостей, проделавших весь этот путь. Или, может быть, лучше сказать К нашей гости. Если кто-то осознает, что каждый день это просто другая ночь, осознает, что его глаза эквивалентны чему-то другому глазу, тогда он будет горячо искать настоящий дневной свет. Этот дневной свет полностью разбудит его. Проснуться, когда ты уже проснулся. Все кажется намного яснее. На моем канале есть эдит. В плейлистах Полистай там будет плейлист с Ханкаиста Рэл. Тогда он, наконец, поймет, что для тех, у кого было два глаза, у него был только один. Для тех, кто мог видеть, он был слеп. О, и Фуха тоже прибыла. Ой, и Селька. Ничего себе. Мы действительно вернулись с Луны в мгновение ока. Это глубина. Я... Понятно. Глубина это руины технологического центра предыдущей эры. В... Му. Ожидается, что звездные врата отправят нас сюда. Ожидаемо, что звездные врата отправят нас сюда. Новая Атра. Вот что это значит. Когда-то это была часть города под названием Атра. Вероятно, потому, что он связан с другой стороной Луны через звездные врата. Он называется Новая Атра. Но это самая глубокая точка Марианской впадины. Если мы собираемся куда-то еще на земле, это потребует некоторых усилий. Верно. Если проект Стигма искажает здесь вещи так же, как и на Луне, будет трудно использовать силы апостола пустоты. Броня, мы сейчас в Оке Губин. Да, было время, когда это было напрямую... Когда это место было напрямую связано с морем квантов. И находилось под его влиянием. Но сейчас... Взгляд брони упал на селе. Море квантов сейчас почти не ощущается. Это отличается от того, когда антиэнтропия закрыла Оке Губин. Проект Стигма влияет на это место. Но все еще относительно стабильно. Поскольку сила моря квантов уравновешивает этот эффект. Это означает, что без вмешательства этот город в глубинах со временем станет частью проекта Стигма. Судя по всему, что нам известно, проект Стигма пытается превратить мир в страну грез. Но трудно сказать, что это значит. Тогда мы должны исследовать город. Изменилось ли что-нибудь или нет. Это должно дать ценный опыт, который поможет нам заново познакомиться с этим миром. Новую Мейзо-Ивент будут давать, Даш. Вроде как Киану тоже, но я точно сказать не могу. Кажется, Мейзо-Ивент будет давать Халятна, а Киану придется крутить. Но Мей 100%, Мей 100%. За Киану не могу ничего сказать, не знаю точно. Верно. По словам Дюрандал, земля, вероятно, не такая, какой мы ее помним. Нас семеро. Если мы уйдем отсюда, должны ли мы разделиться и найти что... и разузнать, что происходит. Это будет наиболее эффективно. И этот город не очень большой. Если у нас возникнут проблемы, мы все равно сможем помочь друг другу. Как насчет Киана и Мей в команде? Хухуа и Апостол Хуха и Сэнти в команде, и Селия и Броня в другой команде. Команда Кианы может начать проверять ближайшее пространство и найти способ установить контакт. Может быть, команда Фухуа попытается определить степень влияния проекта Стигмы на людей и мир. И так, как Селия и Броня знакомы с глубиной, мы должны найти какие-то ресурсы, оставленные антитропией. Это все имеет смысл. Давайте разделимся. Мей и я начнем здесь и проверим ближайшее пространство. Ага, это хорошая идея. Сэнти говорит, что несмотря на то, что мы сейчас на глубине 6000 метров, она все еще хочет найти какое-нибудь место повыше, откуда она могла бы взглянуть. Броня, если мы ищем припасы, не пойти ли нам туда, где остановился Гиперион? Где останавливался Гиперион? Верно. Если Броня правильно помнит, доктор Эйнштейн держала там всякое оборудование для проведения экспериментов по переносу энергии Ханкай в море квантов. Город может выглядеть безопасно, но мы не можем быть слишком неосторожны. Мировой Змей произвел здесь настоящий переполох. Правая... Правильно. Киана и Мэй тоже должны быть внимательны. Верно. Давайте воспользуемся сетью сознания Сэнти, чтобы поддерживать связь. А, эээ... Ничего. Просто как говорит Сэнти... Хорошо, хорошо. Смотри. Сторожила, тебе не всегда нужно рассказывать истории. Ну, пока вы помните все, что фантастическая... фантастическая Сэнти делает для вас, я не ищу славы или богатства. Я просто хочу, чтобы вы помнили, что я сделал для вас то, что никогда никто другой не смог бы. Понятно? Верно. Верно. Благодарю тебе. Благодарю тебя, Сэнти. Ладно, Сэнти. Сейчас не время для лекции. Поскольку мы все знаем, что делаем, давайте приступим к делу, как сказал Киана. Ха. Ю-ху. Сейчас с бронькой поездим новой. Я уже даже затестировал, так сказать. О, подожди. А, блин, жалко. Я думал, она будет переходить в этого, в робота своего, чтобы ездить по локации. Блин. Ладно. Тут, короче, прикол в том, что когда мы легкой атакой бьем, после четвертой атаки, если задержать кнопку атаки, то она заряжает, короче, она типа создает роботов, точнее, не роботов, а оружие с помощью своей силы. На ХП начинают засвечиваться вот эти, вон, видите, значки? Там типа ракетница, лазер и летающие эти, летающие вот эти оружия. С каждым появлением этой штуки типа она начинает урон больше наносить. Ешка она вот так вот, ой, Ешка, говорю, оружием она вот так вот бьет и в ульте она переходит в режим а, не переходит она в режим потому что я всех поубивал. Но она приходит в ДД-шный режим, можно так сказать. Так, и куда мы едем? В смысле? А. Типа заблокирован и надо разблокировать. А мне понравилось ей драться. Интересно. Мне понравилось. Уровень воды исчез. А, ну, да. Ну, например, у меня сэнти не получается играть, я ей тоже не умею. Ну, там геймплей простой, но я не умею ей играть, у меня не получается. Но броня мне понравилась, например. Вот этой особенно. Ну, мне и взрослая броня нравится, и вот эта броня, тоже классно. Вот сейчас, смотрите, вот эта вот ульта, она переходит вот эту не понял. Почему-то она здесь не переходит в режим боевой, не знаю почему. Потому что тут, скорее всего, наверное, в этой главе она не может пользоваться этим режимом. Не знаю, я, короче. По сути, она должна была в боевой режим перейти. О! Поехали. Что не так, а сели? Блин, они сели опать будут? Было бы прикольно, если бы сели реально по словам смерти стало. Было бы прикольно. Но, я как раз думаю о Кевине. Что он за человек? Броня, взгляд брони упал на фукуа. Сэнти у меня есть, не использую, да. У меня она не особо прокачена. Но сейчас у меня выпали перчатки на нее, поэтому, наверное, прокачаю. Верно, для тебя он всегда был только врагом. слышала, что, когда сели столкнулась с ним в море квантов, он притворился гигантским змеем. Это куколь... куколькан, одно из воплощений зверя ханкаи класса випролопа брахмы. Продукт проекта химеры, как и твалок и коатль. Адаптирован к морю квантов. С этим я с тобой согласен, микро, микровлад. Прямо сто процентов. Да, 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 так и есть. Но прикол в том, что он твердолобый, я бы даже не сказал, что он как пенни, он, наверное, не знаю, как булдыжник твердолобый и никак не хочет меняться. Он фуху, а сколько пережил проблем и изменилось под конец. Ну, как бы она никогда не была там плохой, так сказать, но все равно приспособилась к новому миру и все. А Кевин как этот, как не знаю. Тололок это огромный монстр, которого броня повергла, да? Верно. Так что он, наверное, просто выбрал ту инкарнацию, которая выглядела наиболее привлекательно. ха, я знал это. Ты просто хочешь заступиться за того другого сторожа. Если ты спросишь меня, если бы вы могли выражаться так же открыто, как и я, ничего бы не случилось, дойдя до этого момента. спустя столько лет, что не могут пионеры из предыдущей эры сесть и поговорить, вы всегда можете выговориться. Кевину следует съездить в Шенчжоу и немного отдохнуть и расслабиться. Ааа, ну, у меня просто, да, перчеток не было. И физучными перцами я редко когда пользуюсь, вот в чем дело. Я не думаю, что это то, что можно просто исправить за чашкой чая. тяжело поддерживать связь спустя столько времени. Выйдя из святилища, Су, Кевин и я пообещали поговорить друг с другом. Но постепенно мы начали разговаривать друг с другом только раза в несколько месяцев, затем раз в год, а затем раз в 10 лет. Но почему? Время делает это с вами. Спустя сотни тысяч лет появляется что-то новое и нарушает правила. Все эти правила в конечном итоге выглядят как бюрократия. Но как только вы начинаете видеть во всем простую волокиту, которую нужно оборвать, вы уже видите конечный результат. Броня заметила это на горе Тайсюань, да? Этот сторож забыл как играть с детьми. Понятно. Броня задавалась вопросом, почему Фухуа так ценит опыт Святой Фреи, как и мы, не смотря на разницу в возрасте. А? Верно. В конце концов, Святая Фрея была единственным местом, где время текло для меня нормально. Ты действительно строжила. Большинство людей стараются, чтобы их любимые моменты длились вечно. Это правда, но люди осознают, что они живы, только когда проходит время. Перемещая историю за историей, переживая один финал за другим, постоянно создавая совершенно новые возможности. Это может звучать как противоречие, но противоречие лежит в самой сути человека. Ладно-ладно, мы говорим о Кевине, верно? Почему мы вдруг заговорили о временах апостола разума? Эээ, да, разум. В течение последних десяти миллионов лет мы пионеры. Думали, что разрешаем все эти противоречия, но пытаясь сделать это как и Кевин, мы создаем новые. Никто не хочет быть уничтожен в завершении, но именно поэтому Кевин так отчаянно нуждался в проекте стигма. Отчаянно? Это не обязательно так. Это не столько отчаяния, сколько то, что он возлагает свою надежду на всех вас. Он видит во всех вас то, что давно искал. Тогда он будет в полной силе, тогда он будет в полной силе, и вы сможете сражаться насмерть. в полной в полной Апостол Сенти, ты правильно сказала? Да. И ее ответ отвечает на исходный вопрос. Что за человек Кевин? И вот за пределами царства случайно она вспомнила о том времени десятки тысяч лет назад, когда впервые была поставлена иголка к той прощальной пластинке. Су, Хуа, остальное я оставляю вам. Это наш последний шанс, прежде чем наши действия возьмут свое. для этого я должен загрузить свою жизнь в камеру. Кевин? Ты хочешь, чтобы мы сделали то же самое, верно? Так, идем дальше, я понял. Да, просто хочет получить по жопе. Хочет получить по жопе и не знает как, потому что по сути нет никого, кто бы смог с ним сражаться на равных. Блин, я не знаю, почему-то эта миссия не дает мне перейти в боевой режим. Вот так вот с копьем придется сражаться. Э, ты че? блин. О, хоть Селия может в ульту перейти, блин. Что, прикольно, Пуха, пока она делает свою вот этот атаку с зажатой кнопки, по ней урон не проходит. Удобно. Блин, Танатус, ты че такой Танатус, блин? Донатус, не Танатус, а Донатус. О, есть, я перешел в режим наконец-то. В боевой режим, смотрите. О, херяк. Херяк, эпичный. Гандам броня. Так. Да, все, появилась. Нет, до этого я ульту нажимал, но она почему-то обратно возвращалась в обычный свой режим. А тут наконец-то перешел. Перешла, то есть. Блин, жалко, я думал, чтобы быстро двигаться, она будет этого робота вызывать. По-моему, прикольно. Блин, я так жалею, что я тогда во время ивента не получил костюм вот этот. Во, опять, опять не дает. А, здесь, мобу умирают быстро, потому мне не дает. Да, теперь она еще больше меха. Она теперь гандам, блин. Реально. Я только не пойму, мы до сих пор первую часть этот, 34.1 проходим или уже 34 дальше? А Вил Виша в открытом мире на роботе ездит, что ли? Этот город совсем не изменился. Если бы все было не так плохо, это было бы прекрасное место для посещения. Ладно, согласно плану, здесь мы разделимся. О! О, темная селька! Ха? Звучит мне плохо. Я вижу там балкон. Держу пари, что сигнал будет довольно хорошим. Действительно? Спасибо. Все, дано. Спасибо. Я просто не понял, за кого ты имеешь в виду, Даш. Точнее, за что ты имеешь в виду, я просто не понял. Так. Кстати, вот он ее проект, проект зайчик новый. Смотрите. Теперь он у нее автономный и сзади летает. Вот он. И по мере, по мере заряжения вот этих штук, которые над хпшкой, типа оружии, он новым оружием начинает стрелять. О, опять дурики. Тут прикол в том, что когда я прихожу в боевой режим, они умирают. О, не умерли. Есть. Фига на пулемете. Сейчас, киряк. Костюм этой, фуфа вот этой, которая сейчас у меня в команде. Забыл, как она там называется. фаия. Хайджи, хайджи, фигма. Так. Это бои тут коротенькие, блин. Я не знала, что ты тоже хочешь участвовать в действиях. Ну, не в действиях, а в этом, в движухе, короче. В теле. Это глупо говорить. Это она настояла, чтобы я вышел подышать воздухом. Это тоже хорошо. Это всего лишь наш второй раз вместе, верно? Третий, глупышка. Второй раз был в Каостане. Физически и морально измученная сознанием Селены, ты упала в объятия Сели. Сели оказалась совершенно потерянной. Мне не нравилось видеть ее такой. Поэтому мне пришлось сделать вид, сменить вид и сменить облик и помочь тебе. После этого ты в отцепенении выкрикивала имя Сели. Интересно, Броня, если бы ты знала, какую Сели ты призывала? Почему ты смеешься? Привет, Игровой. Трим, да, давно. Броня просто удивлена, что ты включила это... Что ты вспомнила про это время. Но теперь, когда ты упомянула... Это... Да, новая голова Игровой. Броня почувствовала силу двух Сели. Уже немного поздно, но... Спасибо, Сели. Что? Что с тобой не так? Забудь, я не буду об этом говорить больше. Мне очень понравилась новая Броня. Именно ей драться прикольно. Мне понравилось. Броня. Самое, что интересно, нам здесь в субтитрах пишут Броня, а... А Селька ее постоянно сеструхой называет. Сели хотела поделиться со своей дорогой Броней тем, что произошло на Луне, но не нашла возможности. Например, когда она проснулась одна и сбитая с толку в приюте новой Атры, ей приходилось самой находить своих друзей и даже помогать некоторым незнакомцам по дороге. Мне больше нравится темное Сели, чем стандартное. Ну, да, но это типа она летает же, потому она в такой позе, да. И когда ты впала в глубокую кому, никто не волновался больше, чем она. Но ты никогда не узнаешь этого, глядя на нее. Она спокойно продолжала делать все, что могла. В постханкай-одиссея она уже вылечилась полностью, у нее ножны протезы. Ей уже ножны протезы не нужны, потому она может ногами спокойно ходить. И плюс к тому моменту у нее уже полностью эмоциональное состояние восстановилось. У Бронии была повреждена часть мозга, которая за эмоции отвечала. Потому в первых главах она больше на андроида была похожа, чем на Челока. Ну, мне Бубония из Одиссее тоже нравится. Игровой. Этот ребенок сильно вырос. Много раз я не выходила. Я думаю, что она лучше для этого. Так вот почему ты не появлялась с тех пор, как ушла из... Как мы ушли от Зайца. Почему? Ты искала меня? Да, в конце концов, вы обе сели. Ты... Чтобы... Ну, как хочешь. Ну, и ладно. У нас есть работа. Не смейся. Иван, айды. После чего у тебя? Забного? Кого? Чего у тебя там... Чего у тебя случилось, игровой? Какого забного? Что у тебя там случилось? Я так и не понял. А, зубного. О, зубной это плохо. Ненавижу зубных. Сюзанна? Что она здесь делает? Это не клавиатура глючит игровой. Это просто вы... Вы с Владосом любите на языке бездны разговаривать. Так, это ты, Сюзанна. Броня? Зелли? У меня галлюцинации? Ты... Ты здесь, чтобы спасти меня? Не будь глупой. Как здесь оказалось... Оказалось, кто-то из штаб-квартиры Шексал. Я... Я тоже не уверена. Я спала на работе раньше. Ну, из-за этого и потому что... Потому что она троллит постоянно всех. Я никогда не думал, что... Я никогда не думала, что окажусь в глубине, когда проснусь. Ты знаешь это место? Ага. Альвитер сказал мне, что группа бессмертных клинков пару раз натыкалась на дальнюю ветви под предводительством Терезы Сама здесь, в глубине. А? Это всё в прошлом, по сравнению с этим. Ты выглядишь как... Ты пытаешься понять, как перевезти припасы? Верно. Я набралась смелости, чтобы пройтись здесь раньше. Но я не увидела кого-нибудь. Никого не увидела, короче. Всё оборудование связи сломано. Только положения выглядят... Только положения... Только с первого взгляда оно выглядит хорошо. Но склад здесь холодный и сырой. Я хочу найти другое место для лагеря. Какое именно? Там музыкальный? На... На сайте... Михойо. Ой, на сайте, говорю. На ютуб-канале Геншина. Геншина. Звучит жетко. Это не проблема. Я всё ещё ищу ткань для гамака. Но разве ты не здесь, чтобы спасти меня? Как я уже сказала, не будь глупой. Там все игровой. Все, абсолютно все. Просто искать... Надо знать, где искать. Сели и Броня обсудили, что произошло на Луне. Но если это так... Что здесь... Что я здесь делаю? Куки, прикол в том, что она даже сама не знает, что она здесь делает. Она тупо здесь проснулась. Броня тоже в замешательстве. Сюзанна, над чем ты работала, когда сказала, что вздремнула на работе и внезапно появилась здесь? А, я помогала Нагомица сама подготовиться к эксперименту. Шексал только что закончил ремонт космического Джаггернаута. Перед началом нового эксперимента, кто-то должен был очистить божественный ключ, чтобы убедиться, что ничего не испортит эксперимент. Они с Луны уже на землю вернулись, как видишь, игровой. Они смогли починить портал. По правде говоря, воздух там такой душный. Я просто немного отдохнула и тут же уснула. А когда ты проснулась, ты уже была здесь? А, Кевин там сам в одиночку дуркует. Ему лишняя компания не обязательно нужна. Апостолом конца потом станет Киана. Ага, возможно, сила божественного ключа вышла из-под контроля. Могут быть и другие факторы, но мы не должны тратить время на предположения. Я помню, ты упомянула, что все оборудование связи сломано. Почему это? А, я проверила, я провела только несколько простых тестов, но думаю, что схемы просто сгорели. Я думаю, думала, что если я их исправлю, то смогу установить контакт со внешним миром. Это тоже эффект проекта Стигмы? Или... Если это правда, то вы, апостол... То ты, апостол разума. Броня, а ты не... Броня, а ты не можешь починить? А, это правда? Нет, я не могу проверить. Броня точно не знает, но попробуем. Камеште миру-ка. Я как понял, кстати. Кому ты имеешь в виду, Даш? Киани или... Киани или Броня? Киани. Честно, не знаю, я не видел спойлеров. Знаю только, что она станет апостолом. Но мне кажется, она... Ей... Ей этот поможет... Частично ей Стигпред поможет, мне кажется. Потому что, скорее всего, он что-то ей расскажет. Потому что, если посмотришь... Если посмотреть на Киану Апостола Конца, у нее будет двуручный меч и пистолет. То есть, по сути, она, типа... Как бы так сказать... Она, как бы, косванной станет, если так сказать, настоящей. Демейджит ком-девайс. Михоя в своем репертуаре. Тут больше текста, чем движения по карте. Я понимаю. Внешне выглядит хорошо, но комплектующие плохо повреждены... Но комплектующие сильно повреждены. Верно. В нормальных условиях починить их невозможно. Но в этом новом состоянии Апостола Разума починить его может быть просто. Правда? Типа Данте, да, Куки, кстати. Действительно. Пока не рассчитывайте на это. Броня впервые пробует что-то подобное. Она затаила дыхание и начала интуитивно осматривать всю конструкцию. И, или, не, не. Чё за... Что это такое? И, или, не, не. Современные интегральные схемы родились из наложения этих четырех логических операций друг на друга триллионы раз. Никто не мог починить сильно сгоревший чип. Вместо этого они заменяли его доступной частью. Это я... Насчет черного фона я согласен. Но усовершенствованное Апостол Разума отличалось тем, что могло сделать невозможное. А-а-а! Оно работает! Всё выглядит хорошо. Но что в этом хорошего? Проективно реконструировал земное пространство. К тому же... К кому вы сможете обратиться? 750, 620, 570. Вот оно. Эта машина может работать на канале 495. Что ты ищешь? Канал 495. Надзиратель Отто и профессор Планк использовали этот канал, чтобы не стрелять друг к другу во время шексальского и антитропического конфликта. Также известный как Антитра... Анти... А... Также известный как Атлантический... Антлантическая телефонная линия. Какое это имеет отношение к нам? Если штаб-квартира Хексал работает, то с ними можно связаться по каналу 495. А? Не обращая внимания на удивление черноволосой девушки, Валькирия Рангабе из Шексал быстро начала управлять устройством связи, которое изначально принадлежало антитропии. Через 3 минуты плоды ее трудов были очевидны. Честно, я не знаю Куки, не проверял ни разу. Сюзанна, это ты? А ты с Кианой и остальными? Броня, Селли, ну и конечно же Сюзанна здесь. Прошло много времени, давно не виделись. Приятно видеть, что вы в порядке. Ты Альвитер из Бессмертных Клинков? Верно. Единственный назначенный инструменталист Шексал сообщает. Игровой, перефразирую, что мешает разработчикам Геншина нанять разработчиков Ханкай, чтобы они сделали катсцены, как в Ханкай. Броня уверена, что ты знаешь нашу ситуацию, благодаря Сюзане. Как дела в штаб-квартире Шексал? Чтобы штаб-квартира Шексал работала, Рита сама, Нагомитсу сама и Амбер сама усердно работают, чтобы уберечь нас от кровотечения воображаемого измерения. В Ханкай заставки в разы красивее, чем в Геншине. И мы установили связь с базой антиэтропии в Солт-Лейк-Сити. Мистер Ян, доктор Эйнштейн и доктор Тесла устраивают там драку. А Тереза? Знаем ли мы что-нибудь о ней? Местонахождение смотрителя Терезы неизвестно. Мы даже не можем сказать, вернулась ли она из космоса. А с базы в Солт-Лейк-Сити, кроме Сели, Розари и Лили, числятся пропавшие... Числятся пропавшими без вести. Судя по кадрам с камер наблюдения, похоже, что они увлезнули прямо перед любым пространственным изменением. Согласно анализу движения их губ, проведённой АИ, они выглядели так, будто крались, чтобы купить закуски. Эти две идиотки. Я не думаю, что выражение твоих эмоций принесёт нам пользу, Сели. Альвитр, нам нужно устроить встречу между Шексау Антитропей и теми из нас, кто находится в глубине. Это возможно? Я сделаю всё, что смогу. Тут много чего зачётного игровой. Много того, что не хватает в Ханкай. Ой, в Геншине, то есть я имею в виду. Тогда ещё есть время. Сюзанна, оставайся здесь и поддерживай связь с Альвитр. Пока мы с Сели, разделяемся и расскажем остальным. И попытаемся встретиться через полчаса. Всё в порядке? Всё хорошо? Без проблем. Всё что угодно. Чтобы поприветствовать Дюрандл сама и Сушан сама. До тех пор, пока Шексау Антитропе присылают, пришлют кого-то, я полагаю. Не суди о книге-побложке. Ха, Сюзанна, ты на удивление много сделала. Сели, следи за своими манерами. У каждого есть что-то, в чём он хорош. 30 минут спустя. Хотя некоторые ключевые члены Шексау и Антитропе не могли быть здесь прямо сейчас, замечательно, что мы можем встретиться вот так в нынешних условиях. Ладно, швабра, хватит тонкостей. Давай приступим к делу. Тогда мы позволим доктору Теслу вступить во владение. Это должно быть коротким и эффективным. Коротко и эффективно. Киана, прямо сейчас среди людей в этом городе есть ты, Мэй, Броня, Пупо, Селия, Сенти и Сюзанна, которые понятия не имеют, как сюда попало. Правильно? Да, это так. Согласно нашим предыдущим обсуждениям, вы оказались в ловушке на Луне в результате проекта Стигма. Вернулись на Землю и достигли глубины через звёздные врата предыдущей эры. Но этого недостаточно, чтобы объяснить, что происходит в этом городе. Кто-нибудь из Шексау может объяснить, как там оказалась Сюзанна? Я могу. Тесла Сенпай. Я запустила её через космического Джаггернаута. А, так вот оно что. Подожди, космический Джаггернаут? Это головная боль, чтобы активировать, чтобы её активировать? Вам случайно удалось это сделать? Мы собирались провести несколько экспериментов с космическим Джаггернаутом, а Сюзанна отвечала за очистку Божественного Ключа. Я просто не пойму, что ты имеешь против анимаций. Что ты за них так прицепился к этим анимациям? Вот тебе анимации, смотри, вот, есть анимации. Когда пространство начало меняться, у меня не было времени уведомить Сюзанну или кого-либо ещё. Я приказал Божественному Ключу выбрать место, где пространство было бы наиболее стабильным и запустило её. А теперь, с эффектом от проекта Стигма, мы временно потеряли возможность использовать Божественный Ключ. Почему, мне кажется, что вы что-то упускаете во время... Во всяком случае... Второй акт 16-го числа выходит, но я не могу... Не гарантирую, что прям 16-го буду переводить. Посмотрим, как будут дела. А третий не знаю. Пока второй не начнём, не узнаю. Поскольку большая часть Земли испытывает кровотечение воображаемого измерения, этот город является одной из немногих стабильных областей, оставшихся из-за его связи с морем квантов. Ну а теперь, его стабильность также является препятствием для вас, ребята. Что ты имеешь в виду? Мы не можем торчать здесь вот так вечно. Конечная цель антиэтропии и Шексал — вернуть нормальный мир. Исходя из этого предложения, глубина станет ужасным форпостом. Вот, кстати, Куки только что чётко объяснил, почему нету тех же самых анимаций, что и в Геншине. С точки зрения воображаемого пространства, это слишком далеко от линии фронта. И поэтому лучше подходить... ээээ... с тыла. Так ты говоришь, нам нужно открыть новый фронт? Да, что касается того, как это сделать, нам нужна Нагомицу, чтобы понять это. Доктор Тесла, должно быть, имеет в виду космического Джаггернаута. Я слышала, ваша сторона только что подготовилась. Почему бы нам не пройтись по ним вместе? А, не совсем подготовка. Мы только что попытались найти маяк. Игровой. Чёрных икрылов здесь минимально очень мало. На все три часа гигантского количества текста есть анимации всегда. Или интересные картинки. Так что, можешь завязывать с этой истории про чёрные экраны. Но вы нашли... Но вы нашли один. Но мы просто... Я понимаю. У Шексал и Антиэтропии есть проблемы с захватом таких рудиментарных маяков. Не так ли? К сожалению, да. И учитывая ситуацию, я не рекомендую вам сейчас отправляться на базу в Солт-Лейк-Сити. Или на плавучий остров Шексал. Именно в этих областях проект Стигма сосредоточен на разрушении и нам их легче защитить, чем атаковать. Так что, хотя вы измутно ощущали пространство, в котором находится Святая Фрейя, оно уже много значит для нас. Но... Вам трудно дать конкретный маяк? Ага, это... Ага, это смутное чувство, такое же нечёткое, как сон. Но странная вещь является... Когда я исследовал воображаемое пространство своим авторитетом Апостола, это смутная информация, относящаяся к Святой Фреи, всегда существовала на заднём плане, независимо от направления, в котором я сосредоточилась. Это как космический микроволновый фон. Космический микроволновый фон? Что это? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Космический микроволновый фон – это не то, чему Валькири учат в классе. Киана, ты слышала о теории Большого Взрыва? Теория о том, что Вселенная возникла как точка и со временем расширяется до своих нынешних размеров? Да, а космический микроволновый фон – это первый луч света, испущенный Большим Взрывом. Эти огни мгновенно заполнили крошечную Вселенную, когда они были созданы. Поэтому после того, как Вселенная увеличивалась в размерах, они повсюду летят к нам со всех сторон и летят во всех расширяющихся глубинах Вселенной. Но в таком случае, доктор Тесла, мисс Нагамитсу, вы предполагаете, что Святая Фрейя – одна из первых областей на Земле, которые были поглощены проектом Стигма? Да, использование слов первой не совсем точно, но как и в случае с забавным микроволновым фоном, который мы только что упомянули. Должно быть, это было связано с тем, что проект Стигма начал влиять на мир в большом масштабе. Это единственная причина, по которой вы ощущали его во всех направлениях. Поэтому, пока вы можете найти первый прорыв со властью пустоты на нашей стороне, у нас не будет особых проблем с возвращением в Святую Фрейю. Есть еще кое-что. Как только мы это сделаем, мы сможем дальше использовать его статус космического микроволнового фона в проекте Стигма и превратить его в плацдарм для восстановления нашего пространства. Если Кевин наша последняя цель, нам нужно сначала максимально восстановить Землю до ее первоначального состояния. Это не только ослабит его, но и гарантирует, что Земля не погрузится в полный хаос после того, как мы завершим проект Стигма и выйдем за пределы завершенности. И тебе спасибо, Адаш. Спокойной ночи. Теоретически мы делаем прямо противоположное тому, что делает проект Стигма. Как бы удивительно это ни звучало, этот катаклизм легко реконструировать. Это займет еще день или два. Это быстро. Ага, отсюда и термин, удивительно. Но эффективность, очевидно, является проблемой здесь. Даже если наш реверс инженеринг окажется успешным, мы не сможем продвигать решение так же быстро, как Кевин, обладающий силой завершения. Таким образом, наши будущие операции будут сосредоточены на двух вещах. Во-первых, позволите массам нести свой вклад. То, чего нам не хватает в эффективности, мы компенсируем цифрами. Во-вторых, обводить силой завершения. Я знаю, что оба они кажутся невозможными. Но если мы решим преодолеть проект Стигма и апостола завершения, мы должны осуществить их. Путешествие в тысячу ли начинается с одного шага. Мы должны открыть новый фронт, чтобы не случилось. И сан-фрея пока лучший выбор, не так ли? Да, на самом деле, только что. Когда я просматривала ситуацию на своем ноутбуке, я поняла, как сделать прорыв. 42 часа спустя. Фига себе. А, это был хороший сон. Но мой будильник и несправен. Кажется, все уже заняты на своих местах. Меня сегодня никто не разбудил. Потому что они хотели, чтобы я достаточно отдохнула, чтобы официально начать проект доктора Эйнштейна. Затем, давайте еще раз посмотрим все этапы проекта, прежде чем я спущусь вниз. Во-первых, используя око глубин и устройства связи, построенные вместе, чтобы связаться с Дюрандом и Лисушан, которые сейчас находятся недалеко от земли. Во-вторых, после воссоединения с ними используйте силы Апостола Пустоты, чтобы направить Сумеру к записи разрозненной информации от Святой Фреи во всех измерениях. В-третьих, используйте технику реорганизации воображаемого, чтобы собрать воедину всю разрозненную информацию в независимом измерении, чтобы получить стабильный и полный маяк. Наконец, назначьте нашу рабочую силу, основанную на этом маяке, для любого... для любого противодействия воображаемому пространству... для противодействия любому кровотечению воображаемого пространства. Успешность каждого шага неразрывно связана с моим исполнением. Все в порядке, пока я остаюсь спокойной, это несложно для Апостола. Ты права, и мы уже сделали первый шаг. Дюрандал? Вы, ребята, уже вернулись? Всего полчаса назад. Спасибо всем, навигация прошла гладко. Сейчас Сушан получает столько необходимого отдыха. А, сейчас будем, Рокки? О, класс! То есть это сегодня, да? Привет, кстати, Рокки. Ах, ты не отдыхала уже два дня подряд, да? С тобой все в порядке? Я в порядке. В Шексау есть много технологий, которые помогают Валькириям сражаться за дни подряд. Что касается того, почему я здесь, хотя Сушан спит, тебе нужен Сумерл для второго шага плана, верно? Это правда, но... Хорошо, я понимаю. Но как только мы закончим проект, ты тоже должна сделать перерыв. Хорошо, Рита уже сказала мне это. Ха, отлично. Так. Давай, давайте поторопимся и спустимся прямо сейчас. Эээ, они сёстры... Эээ... Только Дюрандол это настоящий океан, а океан это клон Дюрандол. Хорошо. Тут, 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 тут по сути океана Кослана это Дюрандол. Просто её, этот, её Ото назвал Бьянкой, а Таджиной. А Дюрандол себе взяла имя Дюрандол. Сюзанна тоже сыграла большую роль. Если бы не она, даже если бы мы смогли связаться с остальными, было бы трудно выполнить все требования, необходимые для космического Джаггернаута при настройках этих устройств. По словам Бронни, было бы намного сложнее помочь вам точно определить местонахождение без... ...глубины. И правда. Но со стороны Нагамитсу было слишком безрассудно вытолкнуть её наружу. Хотя это может быть и просто их уникальная динамика. Дюрандол сама. Мы только что говорили о тебе, Сюзанна. Говоря о том, что Дюрандол... По мне, у Мэй самое совершенное здесь. И не бидоны, и не доска. Говоря о том, что Дюрандол и Ли Сушан не смогли бы так гладко добраться до глубины, если бы не твоя помощь. Ага, я сделала только то, что должна была сделать. Но всё равно все благодарны. Я вот думаю, что... Помните у этой... У Тимида, которая на коньках ездит? Мне кажется, они там переборщили, если честно. Верно. Молодец, Сюзанна. Теперь я буду работать ещё усердней. Хорошо, давай приступим к работе и начнём планировать вторую пазу. Должна ли я открыть всю меру здесь? Да. Они, если так посудить, то они у всех тут по-своему красивые. Даже у Хуко, которая более плоская, так сказать. А вот у Тимида они перестарались, мне кажется. Да, но дело в том, что у Апонии у него вся фигура такая, так сказать. Она, как сказать, у неё пропорционально. Тими даже, она на коньках ездит, она худенькая. Но у неё такие бедоны, что я не знаю, как она умудряется на коньках ездить. Тут даже у Фухуа красивые, хотя она более плоская, так сказать. После их воссоединения Киана и её друзья горячо начали свой проект по возвращению в Святую Фрейю. А для другой Валькирии, которая многим обязана Академии, потеряв сознание примерно на три дня, её приключения вот-вот должны были начаться. Это как можно было сознание потерять на три дня? Нифига себе. А, это Тереза. Это место. Вот тебе была загрузка без чёрного экрана игровой. Это явно был известный мир. Если бы вы описали это как роман ужасов, то... Я думаю, что самое большое облегчение в мире это то, что теология человечества не может точно классифицировать мир. Наоборот, как раз таки редко есть чёрные экраны игровой. Помни хорошенько, помни хорошенько до самого конца, мой самый большой страх не вызван ничем видимым. Я явно находился в сильном стрессе, когда писал эти слова, потому что после сегодняшней ночи меня больше не будет. Мы ничем не отличаемся от природы на этой земле. Добывать огонь из дров, рубить и жечь. Даже после того, как мы полетим в космос, люди всё ещё не могут освободиться от своего детства. Каждая мудрость в этой галактике огромно ограничена тем, как она существует. Это не препятствие, которое вы можете преодолеть исключительно своей волей. Кевин, включает ли способ существования, о котором ты говоришь сцену перед моими глазами? По мере того, как новая смотрительница медленно приходила в сознание, она начала ощущать своё окружение. Место было тихим, но оказалось, было наполнено чем-то бесформленным. Она почувствовала что-то приторное и опасное в том, что можно было бы назвать воздухом. Как нитроглицерин, размазанный на кончике её языка. Она не знала, как долго она была здесь и в ловушке. Любопытно, что её тело не устало от борьбы и не проголодалось от заточения. Она попыталась пробудить в себе силу вишну, надеясь, что это странное зрелище было ещё одним сном, который можно поглотить. Но ничего не произошло. Оказалось, что это пространство не было обычной иллюзией. Во всяком случае, я не могу задерживаться здесь. А, Devil May Cry. Devil May Cry прикольная, я согласен. Но там именно экшен по полной программе. Это... Таск? Блин. Капец. У них... Пока ты к ней ядро сдалбиваешь, тебя ещё эта штука атакует. Я в третьего играл тоже. И больше ни в какую не играл. А, Сигфрид! 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 Есть! Сигфрид! Сигфрид! Скажи, Тереза, на что ты смотришь? Сигфрид? 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 Это правда ты? Почему ты никогда... Ты когда-нибудь встречала где-нибудь фальшивого меня? Или весь горький дымный сок Окончательно сделал тебя тупой Правильно, больше никто не будет нести Такую чушь Так вот где вас заточил мировой змей Нет, но это долгая история Итак, Зигврид начал объяснять С чем он столкнулся на базе антиэтропии в прошлом году Так или иначе, с тех пор они заперли меня в стихме Косланы Ты сказала, что так же сражалась там с лидером мирового змея? Да Его зовут Кевин Он родоначальник семьи Кослана Герой предыдущей эры Но так же Грешник этой эпохи, верно? Ты знаешь, что делает Кевин? Микрофлат, не знаю Обычно примерно 3 часа 3-3, 3,5 часа идет один акт Нет, но совсем недавно он украл всю силу Химеры Если бы не это, не было бы сейчас Если бы не это, я бы не был сейчас здесь Кевин Он захватил авторитет завершения и продвигает проект Стигма По его словам, это единственный способ помешать апостолу завершения уничтожить мир Хотя, это заставит всех людей, которые не могут пробудить Стигму погрузиться в сон Апостолу завершения? Что случилось снаружи, пока я был заперт? Ну, слишком много всего произошло в этом году За 400 дней число апостолов увеличилось с 4 до 12 Даже Отто не стало Но дети Святой Фреи так выросли перед лицом этих трудностей Киана победила образ апостола пустоты и стала апостолом Пламени, который сражается за людей Как мистер Ян, которого мы знаем Вау, мне нужно относиться к ней, как к большой девочке, когда мы встретимся снова Конечно же Но если ты будешь таким же неряшливым, как сейчас, она не будет очень впечатлена Ха, Киана не такая Не, Рокки не знает Он знает только, что есть Киана, а про Бьянку он практически забыл Похоже Но с учетом сказанного, Зиквид, твоя левая рука восстановилась в стигме В пространстве стигмы А, моя рука? Я действительно не знаю Когда пространство стигмы было заполнено энергией Химеры Я появлялся и терял сознание Я не был уверен, что происходит Я пытался вырваться несколько раз И я не знаю, как я всегда оказывался В том же самом месте Даже сейчас Все кажется таким нереальным Как будто мое тело все еще в ловушке Зострявшее в пространстве стигмы Это было тяжело для тебя Для вас Но знаешь ли ты, в каком пространстве ты сейчас находишься, Зиквид? Это очень отличается от пространства стигмы Касон Я не уверен Но всегда была кричащая подсказка Согласен, Рокки Мне тоже Мне нравится Прям вот, знаешь Как сказать Все главы интересные Но есть главы, которые Как сказать Когда ты переводишь Интереса никакого нету просто Ну, как бы переводишь и все А есть такие главы, которые ты переводишь И просто хочется продолжать переводить Потому что интересно, как бы Как я уже сказал Кевин забрал энергию Химеры Направление, в котором исчезла эта энергия Привело меня к вам Ты имеешь ввиду Ты смог найти меня из-за того Как мы с ним поссорились? А, я даже не подумал об этом Но в этом есть смысл Я думал, исчезновение энергии Приведет меня к Кевину Но пока ты здесь Возможно Мы сможем найти других Запечатанных мировых змеев Будет трудно понять, что происходит Когда мы вдвоем Но если мы спасем больше людей Мы получим силу в количестве Ха Это прямо как Вот теперь ты похож на себя Даже после всего Через что ты прошел Такой же оптимистичный Как и в молодости Ну, я бы не сказал Что он сейчас такой же Оптимистичный Как и в молодости Но почти Тогда давай по-твоему Тогда давай по-твоему Кто знает Может Киана и остальные Смотрят на это Под другим углом Сюда Кочеря По сути в молодости В молодости Сигфрид был таким же дурковатым Как и Наруто В... 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 Наруто В... В Наруто Тавтология Или как этот Как Ичига В... В Бличе Ну вот сейчас Возраст там Он вроде бы Как бы такой же Но... Более разумным Стал так сказать Вот как Наруто Когда он Хакаки стал По сути Так Это что за часы Какие-то непонятные Так Конструкты И... Воображаемые конструкты Это место все еще Связано с... Пространством Но это Все же Это Наша Возможность Давай Поддержим друг друга Точнее Давай сражаться Ключо к ключу Так Сигфрид Базовая атака Нажимай Кнопу атаки Чтобы использовать Суд Шамаша И Блиц Атаку Сигфрид Нажимай ульту Короче у него там есть 3 уровня ульты Туды-сюды И что-то там Все А почему ты спрашиваешь Это вещи Которые Отец мог бы спросить у учителя Но Семе... Санфрея закрыта на Второй семестр На семестр Или что-то такое Я не успел дочитать Но О, Зигфрид Ты используешь силу стигмат Не так ли? Конечно Настоящий Суд Шамаша Все еще у Мирового змея Как только я вернусь Настоящий мир Я возможно Не смогу использовать его Я могу тебе дать Этого Иуду на это время Я не хочу что-то, что весит целую тонну Прикольно, что Тереза и Сигфрид разговаривают Во время боя, потому что по сути они знакомы Это может звучать странно Это может звучать странно, но Я жалею о том, что возможно Я не посмотрю последний конец фильма про Арахата Киана искала тебя все это время И ты наконец-то встречишься с ней Вот я тоже самое игровой Я хочу, чтобы Варка был Сигфридом Хочу Так Фух, это позабо... Кстати, будет прикольно, если гидроархонтом будет Сесилия Фух, это позабо... Так, мы позаботились об этом Это была просто волна за волной За волной, как у нас разорвало... Как будто мы разорвали осинное гнездо Если я смогу понять механизм, стоящий за этим Мы сможем понять текущую ситуацию Согласна Но как насчет того, чтобы я немного помогла Чтобы сэкономить там время Чей-то голос? Этот голос? А! Ай! Ну, прикол в том, что Варка, он воин, по сути Его много раз описывали как воина А не как, типа, как сказать Официальное лицо Потому он даже, когда из Монштадта уехал Он просто ставил джин Временно, так сказать Так, а Варка он такой и есть? Варка есть брутальный Его сто раз уже так описывали Тем более, его считают одним из сильных людей во всем Таевате Ну, не считая капитана, конечно, теперь Здравствуй, меня зовут Ай Ламда Так как у нас мало времени Я пока пропущу представление Я просто надеюсь, что вы можете поверить Что я друг Святой Фрейи У нас нет времени Нас преследуют? Точнее говоря Преследуют сзади И вот-вот Врежутся в стену Предстоящую Предстоящую По моим разведданным Через 10 минут Апостол Пустоты кардинально изменит здесь пространство В худшем случае Вам придется столкнуться с огромным врагом насмерть Апостол Пустоты? Киана? Верно Они не знают, что вы пришли в... Я не знаю, как это перевести Мейнет Проект Стигма Планета Директорию планеты Таким образом Сила Апостола Разум Пустоты Может быть использована Для восстановления Святой Фрейи Это трудно объяснить Что вам нужно знать Так Так это то Что Из-за того Что Мадам Тереза Пожирает сны Святая Фрейя Является лучшей Передовой базой Для контратаки Против проекта Стигма Да Майнет Я не знаю, что это значит Так Что лучше нам работать с Кианой и остальными Верно Я могу помочь Мадам Терези Которая совершенно Не участвует В проекте Стигма Но со стороны Зигфрида Дела обстоят Намного сложнее Ты имеешь ввиду Моя сила Стигмы? Нет Что-то более Основное Чем это Мистер Зигфрид Вы помните Как вы Сбежали Из самой глубокой части Пространства Стигма Косланы? Не потому ли Что Кевин Забрал всю энергию Химеры? Мистер Зигфрид Я спрашиваю Помните ли вы Как именно Это произошло? Подожди Это Как это возможно? Я совсем Этого не помню Как я и ожидала Как и раньше Ты все еще Там в ловушке Когда Кевин Забрал энергию Химеры Он просто Стабилизировал Твою форму Что ты имеешь ввиду? Зигфрид О чем она говорит? То О чем она говорит Похоже на Лунатизм В воображаемом Пространстве Как однажды Я почувствовал Себя марионеткой Ничего страшного Скорее всего Это Болсон Давайте Сосредоточимся На настоящем Застревание В пространстве Стигм Может иметь Ассимилирующий Эффект Между Стигмопространством И Главной сетью Вы можете Разделить себя На две части Каждая из которых Действует Независимо От Другого Вернуть Вас В реальность Будет сложно Из-за Отсутствия Вещества Но пока я В таком Пространстве Других проблем Быть не должно Да Но как я уже Упоминал ранее Через 10 минут После Пространственного Искажения Здесь появится Массивный Вражеский Отряд Блокирующий Наше Отступление Нет У него Механическая Рука Потому что Во время Сражения Против Сирена Он Превратился В Этого В Мантиса Только Из-за того Что На этот Момент Уже Не было Полной Технологии 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 Мантис Он Они не знали Как его Вернуть назад И Кажется Кевин Если Здесь я уже Точно не знаю Кажется Кевин что-то Сделал Чтобы Его Успокоить И И Потом Кажется В Южном Отделении Антитропи Или Или Этого Шексала Я уже Точно Не помню Его Лечил Отец Мэй Райден Рема Пока Вы Все Можете Сбежать Неважно Выграю Я Или Проиграю А Ну вот Хэппи Сенон Привет Ну Вот Будем Знать Значит Нас Той Дал Третьего Ведь Это Всего Лишь Сон Не Волнуйся Это Просто Это Временное Решение Вы Не Застрянете Надолго Ха Поверю Тебе На Слово Тереза Если Ты Доверяешь Этому Этой Ламбда Ты Должна Идти Пока Еще Есть Время Послышался Странный Рвущийся Звук Он Звучал Рядом Киана И остальные Начали Рано Тереза Иди Нигеру Все Было Так Как Она Сказала Поскольку Все Работало Необычайно Гладко Киане Удалось Интегрировать Маяк На 5 Минут Раньше Запланированного Срока Но Вообще То Он Руку Не Потерял Это У Него Просто Броня На Руке Если Если Вы Хорошо Рассмотрите У Него Рука Все Еще Есть Он Временем Первые Три Шага Завершены Это Все Прошло Почти Слишком Хорошо Это Заняло Сего 37 Минут Вот Это Впечатляет Что Случилось Дюрандаль Сама Что ж Хорошо Что План Идет Хорошо Но Это Просто Означает Что Худшее Еще Впереди Я Я Согласна Я Согласна Но Все Освободить Святую Фрейю От Проекта Стигмы Это Действительно Хорошее Начало Ты Ты Право Уникальный Пространственный Маяк Святой Фреи Делает Его Идеальные Базы Для Продвижения Вперед И мы Снова Можем Использовать Космического Джаггернаута В штаб Квартире Шексал Из-за Того Что Проект Стигмы Разрушают Большую Часть Поверхностного Пространства Космический Джаггернаут Не может Напрямую Воздействовать На Глубину Но С Маяком Святой Фреи Обмен Информации Станет Намного Проще Как Только Сан-Фрея Будет Свободна Мы Сможем Начать Поддерживать Штаб Квартиру Шексал И даже Включить Базу В Солт Уэг Сити А это Значит Что Рита Может Сражаться На нашей Стороне Если Понадобится Да И Наоборот Тоже Не Рита А Пума Но У нас В Сан-Фреи Пока Нет Ни одной Ни Одного Места Как Мы Собираемся Разделить Группы Имеет Смысл Что Бы Все Студенты Сражались Вместе Но Нам Нужно Чтобы Кто-то Остался Охранять Глубину Верно Так Что Фухуа Сэмпай Сэнти И Сюзанна Останутся И будут Защищать Глубину Пока Сушано Продолжает Отдыхать Остальные Пойдут Сражаться Но Значит ли Это Что ты Будешь Драться Дюрандал Ты не Спала Два Дня Все В порядке Я была В более Затяжных Боях Чем Этот Я лучше Немного Отдохну После того Как Узнаю Что Я Не Нужна Но Киана Не Будьте Наивной Мы Делаем Это Чтобы Спасти Мир Так Что Если Других Возражений Нет Приступим К работе Поняла Пойдемте Ваката И Кока Ну Просто Хотят Подчеркнуть Что Типа Она Такой Совершенный Солдат Что Может И Бесна Некоторое Время Протянуть Пришли Было бы Прикольно Если Бо Они Сделали Сен Фрейю Этой Открытой Локацией Это Действительно Святая Фрейя Хотя Я Давно Пережил Это Заново В пространстве Разума Апостола Настоящая Академия До сих пор Вызывает Ностальгию Похоже Поблизости Нет врагов Может Быть Мы Сможем Начать Строить Нашу Базу О Мы Не Собираемся Сначала Взглянуть На Наше Общежитие Игровая Приставка Броне Может Быть Еще Там Ладно Хватит Смутить Дюрандаль Может Воспринять Тебя Всерьез О Сели Селика Бедолага Чувствует Себя Как Это Отстраненный Не Она Не Супермен Она Вандер Вумен Сели Ты Тоже Что-то Заметил Ну Игровой Я Часто По 6 По 7 Часов Сплю Например Да Кажется Это Пространство Было Повреждено Силой Которая Не От Кианы Киана Ты Можешь Использовать Свои Полномочия Апостола Чтобы Обследовать Территорию Рядом С той Церковью Конечно О Бьякуган Киана Только Чтобы Бьякуган Включила Осталось Чтобы Мэй Включила Шаринган Действительно Что-то Не так С этим Пространством Давайте Проверим А Давайте Она Только Что С Помощью Авторитета Апостола Обследовала Территорию Вокруг Себя Так Сказать Если Вкратце И Говоря Так А монстры Не Собираются Появляться О Тереза Тереза Мать Твою Да Я же говорю Она только что Это Она только что Использовала Бьякуган Что Меня Больше всего Раздражает Это Когда Во время Боя Текст Появляется Причем Английский Это Не мой Родной Язык И Мне приходится Читать И переводить Одновременно То есть Мне нужно Сконцентрировать Своё внимание На тексте И Меня бесит Когда Сражаешься И нужно Читать Купила Купила Мама Кон И Конок Без так вот мы и принцессу нашли ой принцессу разу голова а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Директор, я так рада видеть, что ты в безопасности Ничего, просто побочные эффекты от экстренного перемещения Но что все здесь делают? Все рассказали Терезе, что произошло на Луне и в Губине Тогда я в основном понимаю, что происходит Но... Хотя мы только что снова вместе, мне нужно доверить тебе срочное задание Вперед, смотрите Типа, выкладывайте Если пространственный разлом в этой области еще не исчез Надеюсь, мы сможем отследить его источники и спасти его Зигфрида косвана Папа? Тереза? Верно, время ограничено Но нам нужно убедиться, что все успеют Все успеют Разгонять Разогнаться Для набора скорости Куда они там скорость собираются разгонять? Тереза кратко рассказала, через что ей пришлось пройти Значит, папа всегда был пойман Кевином в ловушку в пространстве стигмы косван Да А с Кевином, забирающим энергию Химеры, это может быть прекрасной возможностью спасти его Но и имея только пространственный разлом, оставленный директором Найти отца Кианы или даже пространство стигмы косван будет непросто Есть, она у меня с сигнатурным оружием, с сигнатурными стигмами Она у меня самая мощная физ-ддшка Что если мы добавим в смесь двух человек У которых уже есть история с пространством стигм косван Двух? Конечно же, смотрительница Тереза Смотритель Тереза и я Как бы невероятно это ни звучало, я пробужденная стигма Токасон А? Это связано с Отто, но боюсь, это слишком сложно, чтобы объяснять сейчас Ради экономии времени тебе просто придется довериться мне Хорошо, Дюрандаль, спасибо, что рассказала нам Так, у меня это Дюрандал, у меня все три Дюрандал есть, кроме... А нет, у меня все Дюрандал, кроме рукопашной, забыл как ее зовут И несмотря ни на что, я обязательно сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь И мы поддержим вас везде, где мы сможем Это даст нам большое преимущество перед Кевином и проектом стигма Если мы сможем... Если мы сможем... Вернуться назад в пространство стигма Тоже, но она руками бьется Если есть что-то, что я могу сделать, просто спросите Судя по тому, что мы только что видели, Сумеру также может помочь дополнить силу Апостола Пустоты И я попытаюсь использовать силу Вишну, чтобы помочь тебе, Кяна Хорошо тогда, давайте приступим к делу Готовы, тогда... Собрав весь свой дух, Кяна чувствовала силу всех вокруг Сумеру, собрав воедино фантазии трех тысяч миров Вишну, пожирающая, бесчисленные сны один за другим Смерть из моря квантов тихо, сеющая семена жизни История, изображающая теорию цивилизации Перекинула мост через года И, конечно же, давняя печать Сияющая, как маяк Нашла Мицкета О, снова мы здесь Ха? Где я? Здесь встречаются пространства Стигум и воображаемое пространство Каслон В Каустане Ото отослал меня сюда Так что мы все еще далеки от ядра пространства Стигум А? Где остальные? Смотритель Тереза еще не полностью выздоровела Остальные? Их тела несовместимы с пространством Каслон И... А, нет, ничего Как видите, здесь очень легко забудется Как видишь, здесь очень легко забудется Хорошо, что остались следы пожирания снов Терезы Просто отметь их в Сумеру Просто отмечу их в Сумеру У меня многих не хватает Но у меня почти все есть Я бы сказал, что почти все влажные Конечно, есть некоторые, которых и нет Прикол в том, что всех простых можно получить из баннера Крутя А остальные, то рераны, то еще что-нибудь Потому почти всегда есть возможность получить их Конец дороги Это... Похоже... Практически, да Неважно, мы должны позаботиться о том Что мистер Сикхерт в безопасности Знаете, что интересно, что... Дюрандал называет Сикхритом, мистером Сикхритом Хотя, это ее отец настоящий О, я не могу сказать, как все-таки, что и поэтому А тут еще можно сделать Если сбежать, то есть и сметка А тут уже несколько влажных Все-таки, как и в лечи, он не могу больше ..." И всё-таки, как и в шпаке Все-таки, как и в лечи В лечи Все-таки, что-то хиряк 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 не нейротоксин за нейротоксин а это эти чудики доски по что не нужно и собирай на то что нужно как и в геншине по сути я вот в геншине до байджу буду скипать то есть это почти что 20 баннера киана-сан так за чьими воспоминаниями будем следовать киана или бьянки что что такой отец как человек который считал что она сирота ее ответ был расплывчатым теперь ее звали бьянка и она больше не было косвана к ней так и не вернулись воспоминания ее прошлая жизнь была похожа на фильм который и она смотрела но даже так я колебался потому что не знал что лучшее для твоего будущего и твоей матери действительно все мы косваны войны равного положения но как отец я хочу я конечно хочу чтобы у тебя было мирное детство и ты росла счастливой и здоровой как надеяли как надеялась твоя мать но возможно ли это в шексал сделает ли наша жизнь сделает ли наша жизнь лучше если мы станет ли наша жизнь лучше если мы ничего не будем делать сможем ли мы соответствовать имени косвана в конце концов мы не можем закрывать и на это глаза верта по сути по сути по сути не ведет по сути бьянка стала настоящей косваной в тот день ты уговорила нашего отца да я буду его помощником в этой операции если бы если бы ты знала чем это закончится ты бы пожалела сожалению почему разве ты не мое будущее но я больше нет возможно ты больше не я но я все еще ты и а вот а сейчас заставка кажется будет если это та которой я думаю антона как она прикольная смотрите смотрим то что говорил да это настоящая простанство стих мы косвана здесь отец пойдемте спасем мистер пойдем спасибо мистера сикфрита игровой вот то что ты говорил нету в ханкае сила апостола здесь ослаблено не упаникаешь сила воля стигмы может быть превзойдено во имя шаряк белый цветок цветет высвободи свою силу ну тогда в геншине тоже в геншине тоже такого нету в геншине синематики тоже между квестами их там постоянно нету сикфрит киану почувствовал киана давай поняла папа этот огонь все что это все то что ты оставил на меня а сегодня твой день рождения мы никогда не праздновали твой день рождения как как должно папа ты такой шумный давай купим большой и торт папа с возвращением не надо было задротить там игровой не 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 правда мы здесь чтобы спасить тебя папа разве ты не сказал касланы защищают тех кого любят больше всего невзирая на цену итак мы здесь тереза была права ты действительно выросла что я могу сказать я действительно научилась брать и на себя ответственность но я но я бы не справилась без посторонней помощи директор треза и мои друзья и и святой фрей и дюрандал верно каким-то образом я пробудила не одну клейму вот так возможно хватит болтать маяк я установила теперь давайте возвращаться в безопасное место давайте выбираться отсюда дюрандал я встречал тебя раньше нет она задумалась однажды она дала серьезное обещание под благородным убеждением придет день когда я помогу киане спасти нашего общего отца из этого адского места теперь это обещание выполнено и теперь она должна была сообщить герою раньше нее что его дочь жива и здорово но сделать это оказалось не так просто как она себе представляла она обнаружила что в этом вопросе она легко регрессировала к тому как она думала когда ей было 12 знай нетленное пронизывал нетленное пронизывает все вечное не может быть уничтожено он породил весь мир и это ты должна понять я есть и начало мира и его разрушения они взяли их и они взяты из бхагава бхагават гиты которую мне много лет назад читал мой одноклассник любивший индийскую мифологию то что ты сейчас чувствуешь напоминает мне арт арджуна перед войной в нескольких способах арджуна принц и великий герой из индуистской мифологии он видел как многие из его близких друзей поддерживали его врагов в войне на курук шетре в своем разочаровании он не хотел сражаться а в бхагават гития рассказывается о том как бог кришну убедил арджуну взять себя в руку взять себя в руки и вернуться в бой но я сталкиваюсь не с одним из моих друзей на поле боя да ты никогда не встретишь здесь друзей бьянка проблема с которой ты столкнешься противоположно той с которой столкнулся Арджун из-за этого вы по иронии судьбы разделяете с ним схожие эмоции не совсем понимаю о чем ты говоришь я имею ввиду что у тебя изначально нет ни точек соприкосновения ни конфликтов с врагами с которыми ты столкнешься так что ты боишься боишься всего колебания растерянность и даже страх остаются в твоем сердце бьянка до сих пор ты следовала только планам капитана или лидера ты никогда по-настоящему не задумывалась какая какова твоя цель во всем этом инциденте неуместное чувство ответственности вот почему ты сейчас нервничаешь потому что ты всегда видела себя чужаком ты боишься обмануть ожидания тех кто из другого мира я слышал о твоем прошлом от Риты ты очень компетентная валькирия но то что приносит тебе радость это всегда результаты миссии и происшествий они их процесс я думаю это я думаю что это утомительно и не нужно но бьянка если ты только посмотришь на результаты в этом мире бесчисленное множество бессмысленных вещей в чем смысл рождения какой смысл в смерти а как же человечество мир и вселенная например ты бьянка от аджина ты смысл своего существования для других валькирий ты прекрасный источник вдохновения для этого смотрителя ты незаменимый образец для обучения для людей в этой вселенной пузыре вы героический борец за справедливость для себя ты начала с нуля и сама написала свою жизнь это не результат они только научили научатся из ничего и исчезнут в ничто бьянка спасение которое ожидает эта вселенная пузырь есть не результат а процесс движения также как движение вагнера или рих рихарда штрауса валькирия у тебя есть сила закончить предоставление которое принадлежит исключительно тебе на сцене это не имеет ни малейшего отношения к тому являетесь ли вы кем-то из этого мира и только когда девушка вспомнила что шред рингер сказала ей о каледонии она вдруг поняла нерешительность вызванная потерей памяти на самом деле только создавала еще больше потери памяти тогда она приняла решение мистер сикфрид если вы можете вспомнить где вы меня видели то историю историю которую я собираюсь вам рассказать будет намного легче понять около двух месяцев назад я попала на удочку отто и была сослана в какое-то место в воображаемом пространстве это была багрово-красная пустыня уникальное измерение внутри воображаемого пространства бесконечная история они будут постоянно появляться в подсознании но во время моего бесцельного дрейфа я встретила особое существо он был героем который мог смело противостоять всему хотя казалось что судьба уже разорвала его жизнь на части как бумагу он потерял жену и дочь но никогда не терял желание бороться и всегда с оптимизмом шел вперед в мифах Сизиф с трудом толкнул волну в гору затем беспомощно наблюдал как он соскальзывал обратно и так далее и тому подобное в некотором смысле это норма жизни я не могу резонировать с его жизнью только из-за этого вдобавок ко всему он решил быть воином судьбы он выбрал отношения к жизни которые я хотела бы принять никогда не склоняясь перед судьбой никогда не сдаваться перед миром всегда держаться за самое чистое убеждение в глубине своего сердца это истинный след оставленный нам Сизифом доказательство героя и более того доказательство человечности так что даже если для него эта встреча может быть незабываемым от ошеломлением но по сравнению с моими родственниками моим прошлым до того как я потеряла память его отношения к жизни ободрение которое дал мне фрагменты его личности вот мои истинные сокровища из-за этого сегодня Киана и я полны решимости избавить его от самой трагической судьбы эгоистично говоря это не для него или Кианы эта решимость исходит из жизни этого героя и наш отклик во мне мистер Зигфрид тогда фрагмент личности с которой я познакомилась он похож на Хому на этой фотографии после того как она потускнела сейчас наверное фотография восстановится скорее всего никто не мог толком объяснить что тогда произошло эта недавно отреставрированная фотография определенно была формой воображаемой конструкции когда она исчезла тоже произошло маленькое чудо местная звездная звезда вернулась в свое предполагаемое время порывы ветра вызывали едва слышное эхо жизнь героя здесь пересекалась и пересекалась и пересекалась и накладывалась но это ничуть не меняло того кем он был он обрел память о фрагменте своей личности вспомнил о выцветшем Хому и вновь обрел сон принадлежавший реальности и она также исполнила свое желание десятилетней давности исполнила тривиальное желание изначально не имевшее продолжение для себя в прошлом жизнь это мост ее величие не проистекает из ее цели она соединяет полдень сумерки и рассвет позволяя своей внутренней цели бесконечно увеличиваться в своем процессе будь то девушка или мужчина или их общие родственники они сами себе создали решатели и спасители они сами себе создатели решатели и спасители они изменили предоставленное прошлое пока их воля не сказала это то чего я хотел в прошлом я буду и в будущем я так 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 же этого хочу никто не любит страдать но они гордятся своей жизнью на этот раз наконец-то я услышал твой голос тогда ты очень громко кричала Дюрандал Бианка Дюрандал Бианка Атаджина все имена классные и красивые с того момента как ты проснулась в санатории в 2008 году я и до того момента когда ты стала самой молодой валькирией оранга в 2011 году и до 2 года ты погрузилась в море квантов и спасла далекий мир в 12 лет ты уже творила чудеса которые не творила ни одна другая Касон ни одна ни одна другая Касона хотя как ты тогда сказала мы не должны определять героизм успехами и неудачами но будь то анкора и экинокс или апостол борющийся за человечество вы оба вы обе уже далеко превзошли пределы своих родителей хотя как родители я хочу чтобы вы все жили счастливо но кто же но кто же кто не желает чтобы ученик превзошел учителя и кто не гордится бы не гордился бы такими дочерями как вы Бьянка Киана пусть твой глупый отец Зигфрид Каслана Побудь какое-то время самым побудет какое-то время самым удачливым отцом в мире хорошо чего же ты ждешь а ну постой постойте хииии все я вот эту фотку для баннера на завтра использую хе вот какой должен быть вот какой должна быть семья в прошлом именно ты в прошлом именно вы ребята дали мне возможность присоединиться к этой семье в таком особом случае конечно я должна вас подтолкнуть Киана это просто как Киана чтобы сделать это конечно если вы ребята просто произносили монологи о жизни во время этого долгожданного воссоединения это слишком странно не правда ли ура то воссоединение семьи наконец-то некоторое время спустя в средней школе святой Фрей Тереса сама не скоро вернется. По мнению Джиниуса показатели есть три человека. Так быстро? Еще не готова морально. И это была правда. В конце концов прошло всего 15 минут после того, как она услышала шокирующие новости от Риты. Действительно, Рита тоже прибыла сюда, святую Фрею, всего 20 минут назад. Похоже, у мастера Зигфрида действительно две очень выдающиеся дочери. Затем нам просто нужно использовать космического Джаггернаута через маяк, который они установили, чтобы выманить пространство Стигм Гасланы подальше от Кевина и передать его вам. Мы будем на шаг ближе к победе над проектом Стигма и завершению. Но Кевин решил отказаться от этого пункта, чтобы начать проект Стигма. В противном случае у нас никогда не было бы возможности сделать то, что вы сказали. Да. Точнее, после внезапного первоначального повышения проекта Стигмы больше не требует определенного... ...определенных очков. С другого ракурса... ...когда дело доходит до возвращения на Землю, вероятно, нет короткого пути. Пожалуйста, будьте уверены, Тереса-сама. Вы должны больше доверять своим двум племянницам. Смотрите, они действительно вернулись. Ближайший путь приведет вас к самой длинной дороге. Как только благодаря самой сложной практике люди могут наслаждаться самой простой мелодией. Путешественники должны стучаться в дверь каждого незнакомца, чтобы найти свое почтение. Люди должны дрейфовать снаружи, прежде чем они смогут добраться до своего последнего убежища. Привет, мы вернулись, Тереза. Ну, по сути, у Терезы теперь две племянницы. Вы не ожидали увидеть нас снова так скоро, не так ли? А, да, я должен познакомить вас. В этом нет необходимости. Бианка, она дочь Сесилии, верно? А, да. А? Простите, Дюрандалл сама. Только что я поделилась давней тайной с госпожой Терезой. А? Это... Это верно. Все верно. Потому что Дюрандалл сама намного храбрее, чем в... Чем я себе представляла. Она решила рассказать вам, ребята. Верно, Кена? Она не решалась рассказать вам. Конечно, она самая сильная валькирия Шексау. По крайней мере, у нее должно быть столько мужества. Киана, ты не должна недооценивать психологические битвы. Но в таком случае... Тереза-сама, дадим ли мы сильнейшей валькирии и сильнейшему апостолу личное пространство? А, верно. В любом случае, сейчас в Святой Фреи нет опасности. Итак, прежде чем мы официально начнем нашу стратегическую встречу... Каждый был бы счастлив дать двум Кианам немного времени для себя. Верно, с Дикфрид? Ага. Вместо того, что мы думаем. То, что они хотят подтвердить друг с другом, является наиболее важным. Итак, куда нам идти? Как насчет подар... Хорошо. Не знаю, я не успел прочитать, что там было. Как насчет чего-то? Киана, побежали. Тихо. Киана. Этот день наступил так внезапно. Ага, ведь мы еще не так давно знакомились перед церковью в Каустыне. Затем ты впервые рассказала мне о пузырьковых вселенных и о том, что такое обязанность, предназначенная для нас. Вскоре после этого я поняла, что ты такая же, как и я. У тебя тоже не было воспоминаний о том времени, когда тебе не исполнилось... Когда тебе не исполнилось 8 лет. Получила тяжелую травму головы во время аварии, так что ничего не помню, что было до этого. Смотри, нам даже сказали ту же причину, почему это произошло. Так что я не удивлена. Киана, ты внимательна к моим чувствам? Ты знаешь мой ответ, Киана? Киана, дочери Зигфита, это два совершенно разных человека, которые живут совершенно разными жизнями. Чувствуем ли мы себя устаревшими или гордимся этим? Это не то, что мы... Это не то, что мы... Это не то, что нам стоит делать. Знаю, что ты имеешь в виду, но... Для меня настоящая Киана выглядит как нечто особенное. Это имя когда-то принадлежало мне, Апостолу Пустоты, но в памяти ядра Апостола я видел всю эту историю. Она была первым человеком, который хорошо ко мне отнесся. Я унаследовала это имя от нашего отца, чтобы увековечить добро, которое она дала миру и передала его многим другим. Она та, кем я восхищаюсь, отправная точка моей жизни. Я очень рада, что у меня еще есть возможность сказать ей все это. Спасибо, Киана. Спасибо. И как и две серии, мы можем использовать одно и то же имя. Ха. Это отпугнет всех. И... Для меня, потерявшая память, Пьянка гораздо более важное имя, чем Киана. Да, Куки, скорее всего. Это имя я выбрал для себя, своего первого партнера. Он даже сопровождал меня. Мои четыре года до того, как я пересекла семь морей и поставила мир на якорь. Так же, как Киана сопровождала тебя. Живя в этом мире, они не только дети своих родителей, но и сами по себе. Вот что делает имя. Оно помогает нам познать себя и намекает на путь, по которому мы пойдем в будущее. Это было то, что доктор Тесла однажды сказала мистеру Зигфриду. И вскоре после того, как он дал тебе имя Киана. Да, если бы не это имя, которое дал мне папа, я бы никогда не смогла победить слабость внутри себя и не смогла бы стать тем, кем я являюсь сегодня. Не только папа. Мама, мисс Химеко и все, кто помогали мне раньше. Именно доброта, которую ты все проявили, которую вы все проявили, дала мне сегодня жизнь. Дала мне веру в то, что я борюсь за все прекрасное в этом мире. А все началось с... Вернувшись в хижину переработки, когда кто-то был готов относиться к ней к генетически модифицированному уклону, как к младшей сестре. Моя старшая сестра. Независимо от того, зовут ли ее Киана Каслана или Бьянка Таджина. Привет. Я всегда буду готова быть ее младшей сестрой и ее семьей. Киана. Ты должна знать, что я давно потеряла ту часть своих воспоминаний о мистере Зигфриде и о нас. Но, что важно, так это будущее, не так ли? Как и ожидалось от тебя, Киана. Действительно, если мы погрязнем в прошлом, никто не сможет продолжать приветствовать новую жизнь и новые вызовы. Одна ночь и я... Одной ночью я жег все свои воспоминания и мои сны стали прозрачными. Однажды утром я отбросил все вчерашнее и с тех пор мои шаги легки. Ты плачешь, когда скучаешь по солнцу. Ты тоже скучаешь по звездам. Действительно, тогда с этого момента я буду звать тебя старшая сестра. Да, моя младшая сестра. Двое, которым суждено было пережить странные переплетенные судьбы, теперь смеялись вместе и, казалось, не могли остановиться. Конечно, прошлое не изменить. Но жизнь всегда только начинается. Сравню ли я тебя с летним днём, ты прекраснее и умереннее. Суровые ветры качают милые майские почки, а срок лета слишком короток. Иногда слишком жарко сияет око небес, и часто его золотой цвет тускнеет. И каждая ярмарка от ярмарки когда-нибудь отклоняется случайно или из-за неуравновешенного изменения курса. Но твое вечное лето не угаснет и не потеряет того прекрасного, что тебе принадлежит. И смерть не будет хвастаться, что ты блуждаешь в его тени, когда в вечных линиях времени ты растёшь. Пока люди могут дышать или видеть, пока живёт и даёт тебе жизнь. Некоторое время они весело болтали со своими друзьями. После того Дюранда временно вернулась в штаб-квартиру Шексал с аварийным подкреплением Ритой. Тереза и Зигфрид также установили связь с антитропией с помощью сигналов дальнего действия. Броня, Селия, что случилось? Ты выглядишь такой озабоченной. Я... Мы... Селия, не паникуй. Мы мало что знаем о ситуации. В чём дело? Киана, за последние полчаса, с тех пор, как вы вошли в пространство Остигм, ты... Ты не видел, мой? Ты не видел, мой?